Событие во многом историческое, ведь Республиканский колледж духовно-нравственного образования – это первое церковно-светское учебное заведение во всем Приволжье. Фактически, по структуре это профтехучилище, и его выпускники будут получать дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. Будем набирать и после 9-го, и после 11-го, потому что это наша государственная обязанность. Точнее, наша обязанность перед государством, потому что мы среднее профессиональное образовательное учреждение. Специалистов в колледже будут готовить по нескольким направлениям, среди которых педагогика, музыка, живопись. Последняя специализация сейчас одна из самых востребованных в церковной среде. Это же тоже большая культура за иконографией, большой опыт мировой такой, и люди сейчас очень живо интересуются этими проблемами. И хотят научиться писать икону вот это. И это, ну как бы запрещать, в принципе, не надо, если есть потребность такая. Подготовка специалистов по светским направлениям начнется с 1 сентября будущего года. А уже сейчас в колледже начали готовить церковных специалистов и проводить курсы повышения квалификации духовенства. Это весьма актуально, ведь по статистике половина служителей Ижевской и Удмуртской епархии не имеют ни церковного, ни светского образования. Поэтому учеба позволит священникам заполнить пробелы в знаниях. Для них преподают психологи, экономисты, юристы и даже сотрудники МЧС. Слава Богу, что сейчас у нас есть такая возможность собираться в Республиканском духовном колледже. Мы давно так вот не собирались для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в государстве. Это касается, например, элементарных даже пожарных норм, административных документов, законов, которые вышли не так давно в последнее время. А еще директорат колледжа ГОРД. Заведение будет располагаться в одном из самых красивых зданий Старого Ижевска, доме Каковихиных. Дмитрий Вороновнин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова